Они ковали победу на фронте и в тылу. Старейших сотрудников Самары нефтегаза и ветеранов войны поздравляют их последователя тем, кто стоял у истоков создания предприятия. В эти дни особое внимание от нынешнего руководства компании. В 15 впервые встал к станку, в 17 уже отправился на фронт. Война застала Алексея Давидовича подростком. Весь послужной список на груди. Орден Отечественной войны, медали Жукова за боевые заслуги и самое ценное – за взятие Берлина. Он и сейчас помнит свою войну во всех подробностях. Попал я сразу в запасной полк, потом на Курскую дугу. С Курской дуги я прошел север Украины, Белоруссию, Польшу, Германию, Берлину. Я все города, поселки крупные. У меня память хорошая до сих пор. Все помню. От подвигов военных к трудовым. В 56 окончил нефтяной факультет. Начинал на Новокуйбышевском НПЗ, где за 7 лет прошел путь от рабочего до начальника установки. Потом перешел работать в объединение Куйбышевнефть, руководителем группы по подготовке нефти и газа. А в 75 перевелся в отдел добычи нефти старшим инженером. 40 лет жизни Алексей Давидович отдал нефтяному делу. Он и до сих пор отзывается о родном предприятии только с добротой. Поздравить с одного из старейших сотрудников приехал нынешний генеральный директор Самары нефтегаза Ганни Гайсинович Гилаев. Утром просыпаться, жаждать выйти на улицу, пройти, встретиться близкими, дорогими для вас людьми и жить так достойно. И гордиться тем, что мы сегодня живем в какой хорошей, прекраснейшей стране, нашей стране, Россия. Не зря мы ее защищали. К военным и трудовым медалям Алексея Давидовича Грозмана теперь добавится и еще одна. К 70-летию Великой Победы для ветеранов Роснефти подготовили памятный знак. Сегодня мы начинаем эстафету, посещение и встречи нашими ветеранами. Общаясь тем самым, держим диалог. Ну, наверное, услышим, какие схлопоты заботы. И наша задача – это все решить, чтобы у них на душе было всегда спокойно. Ветеранов ОАО «Самара нефтегаз», прошедших войну и поднимавших предприятия в тяжелые послевоенные годы, живых осталось чуть более ста. Каждого из них в преддверии Великой Победы поздравят лично. Ирина Трофимова, Александр Дудко, Новости губернии.